Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и на предыдущем занятии мы с вами познакомились с созданием форм, не связанных с моделями, на примере добавления статьи. Но это был несколько искусственный пример, потому что добавление нового поста явно связано с обращением к базе данных. Из-за этого у нас фактически получилось дублирование кода. В классе формы, вот здесь вот, поля title, slack и так далее, они по сути дела дублировали те же самые поля, которые мы прописывали вот здесь вот в модели Vimin. Это не очень хорошо, и когда форма предполагает тесное взаимодействие с какой-либо моделью, то ее лучше напрямую с ней связать. На этом занятии вы увидите, как это делается. Значит перейдем в этот файл, где у нас определена форма addPostForm, и мы унаследуем ее теперь не вот от этого класса форм, а от класса ModelForm. После этого мы с вами удалим все вот эти вот атрибуты, я оставлю только вот эти вот два, сейчас вы узнаете почему, поставим пока их в комментарии. И соответственно вот здесь вот пропишем вложенный класс Meta, и в этом классе определим следующие атрибуты. Первый атрибут Model, он как раз будет у нас описывать взаимосвязь вот этой вот формы с моделью Vimin, ну и естественно ее нужно здесь импортировать. И кроме того, мы с вами опишем еще вот такой вот атрибут, который называется Fields. Он будет содержать те поля, которые будут отображаться в форме. И по умолчанию мы сделаем так, чтобы отображались все поля. Значит это вот такая вот константа в виде строки All, с двумя подчеркиваниями, до и после. То есть вот здесь вот у нас автоматически в форме addPost появятся все поля, кроме тех, которые заполняются автоматически. То есть кроме полей TimeCreate и TimeUpdate. Давайте в этом убедимся. Давайте запустим тестовый веб-сервер, переходим вот по этой ссылке и видим вот эту вот форму. Эта форма была определена с помощью вот этого вот нашего класса addPostForm, которая теперь связана с моделью Vimin. И все поля, которые вот здесь вот отображаются, они взяты именно из модели Vimin. И вот эти вот названия, заголовок, слаг, текст, статьи и так далее, были взяты вот отсюда. Когда мы с вами в модели Vimin прописывали вот этот параметр в AirBossName, то соответственно вот эти вот определения как раз мы здесь в форме и видим. Поэтому ничего дополнительного здесь вот прописывать нам уже не требуется. Но вообще говоря, вот этот вот атрибут fields лучше прописывать целиком и полностью. То есть явно указывает те поля, которые мы собираемся отображать. И в данном случае я напишу следующий title, slag, content, expublished, cut, husband и text. То есть я перечислил те атрибуты, которые у нас указаны вот здесь вот в модели Vimin. Соответственно другие названия здесь указывать нельзя, например так, title2, потому что у нас нет атрибута title2, вот здесь вот в модели Vimin. Мы можем указывать только те, которые там присутствуют. И это будут отображаемые поля. Если перейдем сюда опять на форму и обновим ее, то у нас в общем-то ничего не изменится, кроме порядка отображения вот этих вот полей. Теперь идет категория и сразу муж. И далее мы давайте сделаем так, чтобы вместо вот этих вот чертчик отображались тоже значения по умолчанию. А именно вот такие вот. Категория не выбрана и не замужем. Чтобы это сделать, я верну определение вот этих вот двух полей, cut и husband, которые соответственно будут связаны уже с моделью Vimin. То есть мы определяем те же самые атрибуты. Здесь cut и здесь тоже cut идет. Здесь husband и здесь тоже husband. И соответственно они будут связываться уже с моделью Vimin автоматически. Значит перейдем сюда тоже в нашу форму. Обновляем ее. И видим, здесь категория не выбрана и не замужем. Кроме того, я бы хотел добавить виджеты, которые у нас были вот у этого поля title и у поля content. Это можно сделать с помощью атрибута, который так и называется widgets. Здесь у нас будет словарь. Тут указываем то поле, к которому будет применяться то или иное значение. А дальше все по-прежнему. Значит forms. Здесь для title это у нас будет текст input. В качестве параметра у него others. И здесь мы соответственно указываем, что стиль оформления у нас будут вот такие вот. Form input. Ну и еще добавим для контента. То есть мы скопируем эту строчку. Здесь у нас будет content. Далее у нас здесь текст arrow. И соответственно атрибуты такие. Здесь у нас пусть будет calls. По-прежнему 50. А тут rovs. И пусть будет значение 5. Так, текст arrow я немножко неправильно писал. Вот так вот. Текст arrow. Значит запускаем тестовый веб-сервер. Он у меня остановился. Значит переходим сюда. Обновляем вот эту вот форму. И видим, что действительно вот здесь вот стили у нас изменились. Вот это вот поле у нас тоже теперь отображается несколько иначе. Ну а остальные остались так, как это было ранее. Я еще вижу, что вот это вот поле slack у нас отображается не с тем названием. Давайте это тоже поправим. Значит вот здесь вот во вложенном классе мета мы можем прописать вот такой атрибут, который называется labels. Соответственно это тоже будет словарь. И в этом словаре в качестве ключа мы указываем атрибут поля, которым будем применять вот эту вот метку новую. Ну и соответственно ее название. Пусть она называется так, как это у нас было ранее, url. Переходим опять же вот сюда вот на форму. Обновляем. И теперь видим, что здесь отображается url. То есть вот так вот мы можем подправлять отдельные названия. И в общем-то наша форма ничем не отличается от предыдущего варианта. Мало того, в этой форме появился новый метод save, который позволяет сохранять переданные данные в базу данных. И мы им воспользуемся. Перейдем в файл viewspy, там где определена функция представления ADD page. И вместо всех вот этих вот строчек мы напишем следующее. Значит я их поставлю в комментарии. А после них мы напишем так. Значит объект form. У этого объекта, как я говорил, появился метод save. И с помощью этого метода переданные данные сохраняются в базу данных. А именно в таблицу vimin, с которой связана вот эта вот форма. То есть вместо всех вот этих вот строчек мы можем просто прописать form save. И все будет работать абсолютно так же. Ну и конечно же нужно здесь прописать еще redirect. Значит вот так. То есть если после того, как мы сохранили все данные, то делаем перенаправление на главную страницу. Давайте посмотрим, как это будет работать. Перейдем в форму. Значит добавим сюда что-нибудь, пропишем в заголовок. Значит заголовки пусть будет русскими буквами. Какой-нибудь URL. Вот такой вот текст статьи что-нибудь напишем. Здесь пусть будет черновик. Категория пусть будет певица. Ну и отправим. Смотрите. Данные были успешно добавлены. И мы можем их совершенно спокойно просмотреть. Давайте теперь добавим статью с точно таким же слагом. Значит слаг у него называется вот так вот. Я скопирую его. И добавим статью с таким же слагом. Посмотрим, как это будет отрабатывать. Значит здесь какой-то текст. Потом категория пусть будет певица. Добавляем. Значит отправить нажимаем. И видим вот такое вот сообщение об ошибке. То есть фреймворк Django, а именно вот эта вот форма, которую мы с вами определили. ADD PostForm автоматически сформировала вот это вот сообщение об ошибке. И мы его здесь видим. Вот этот вот пример показывает, насколько упрощается взаимодействие между пользователем и базой данных с использованием форм, связанных с моделями. Ну и конечно же, внутри этого класса мы можем по-прежнему прописывать свои собственные валидаторы. Значит если мы пропишем вот так вот. Clean. Дальше. Title допустим. Для PolyTitle. То мы можем сделать такую проверку. Значит допустим вот. Title мы получим из коллекции CleanData. Здесь у нас будет ключ Title. И далее, если длина этого заголовка у нас будет больше, чем 50 символов, то мы вызовем исключение. Значит это будет ValidationError. И здесь пропишем строчку. Длина превышает 50 символов. И в конце нам нужно сделать Return Title. То есть вернуть вот это значение Title. Все. Давайте посмотрим, как это будет работать. Перейдем сюда. Введем что-нибудь больше, чем 50 символов. Значит давайте я здесь слаг сделаю все-таки уникальным. И здесь у нас будет что-то больше, чем 50 символов. То есть такая большая-большая строка. Ну и давайте отправим все это опять же. Нажимаем отправить. И видим, что длина превышает 50 символов. То есть как раз работал вот этот вот валидатор, который мы здесь определили в форме, связанной с моделью. И все по-прежнему работает. То есть ровно так, как мы с вами говорили об этом на предыдущем занятии. То есть вот так вот легко и просто мы можем создавать формы, связанные с моделями. В результате у формы появляется вот этот вот метод Save, позволяющий сохранить данные сразу в базу данных. И это значительно упрощает связь между формами и моделями.